Продолжение следует... Это передача, и в данном автомобиле есть штатный усилитель. Это значит, ну, нам об этом говорят три динамика на двери. Пищалка, серединка и бусовик. Как бы при заказе говорить, что вот у вас штатный усилитель, три динамика. Интерфейс уже нам очень, который нравится. Здесь стоит наша погода. Вместо этого приложения можно поставить любое. Ну, в данном случае, например, мы поставим сюда калькулятор. Вообще, наше видео будет одинаковое. Мы едем в Сбербанк и ставим сюда калькулятор. Да, я вам каждый раз. Ну, как бы, я просто демонстрирую, что можно работать. Не все приложения работают, но Яндекс.Погода, она нейтральная. Сел в тачку, завел. 4G подключился. Показывает сразу тебе погоду. Нажимаем Сбербанк в навигатор. Сбербанк. Чутенько, быстро все работает. Непонятно? Ну и ладно. Нажали два окошка. Сюда это. Справа, например, пусть будет радио. Кнопочки на руле у нас работают. Мы запрограммировали их огромнейше. Тише, вперед, назад. И моды у нас выключают звук. Это очень удобно, когда мы слушаем какое-нибудь разговорное радио. Да, у вас там по радио говорит какие-нибудь новостя. Вы нажали, выключили звук. Сказали Сбербанк. Там, поехали. Сбербанк. И дальше едем, слушаем свое радио. У нас отображаются логотипчики радиостанции. Все, в общем-то, красивенько. Интерфейс нейтральный. Подходит под любой автомобиль. Тут сеточки, тут серые, тут черные. Держали, хлоп. Обращаю внимание ваше на QLED-экран с отличными цветами, цветопередачей. Красный, прям красный. Прям на самом деле притягивает взгляд. Но это не самый красный. Вот зонтик красный. На камеру не верно. Короче, притягивает взгляд. Очень приятно. В солнце не слепнет, не влекнет. Все великолепно. Громче, тише, экранные кнопочки работают. Подсветка RGB настраивается под цвет клавиш. Она не яркая. Даже особо не слепит, не душит. Очень удобно. В перчаточном ящике в верхнем у нас два слота под USB и под сим-карту. Соответственно, ставили сим-карту, сели, поехали. Камера заднего вида здесь была, да у нас установлена, была старая магнитола. Мы ее просто переподключили. Работает, работает. Угол обзора прекрасный. Зачем менять? Ну, как бы, это такая утилитарная вещь, работает, работает. Конечно, мы бы поставили классную HD-шную камеру, но следующим клиенту поставим. У нас присутствует музыка, музыкальный проигрыватель, ничего такого. С клиентом слушали. Присутствует эквалайзер. Эквалайзер здесь, ну, мы с клиентом настраивали, возюкаем пальцем. Очень удобно. Не надо каждую полосочку это двигать. Можно вот такую штуку сделать. Вообще, в эквалайзере по дефолту звук вполне прекрасный. Ну, все остальное это уже добавляшки. Баланс, объемное звучание, временные задержки, улучшение звука. Для улучшения звука у вас есть пять. Пять, на самом деле, таких ползунков надо слушать, смотреть. Какой-то вообще убирает звук, какой-то добавляет бас, какой-то делает что-то объемное. Это как бы на любителя, но можно угореть. Улучшение баса, как обычно, мы поставили на 54 Гц, чуть-чуть побольше. Вот так, чтобы дверь не открывала, чтобы чуть-чуть объема добавить. Ну и фильтра у нас стоят распущенные, потому что здесь сабвуфер, штатный усилитель. Прикольно? Прикольно. Следующая функция. Комфорт для глаз. Кран стал желтеньким. Видно на камеру? Угу. Ну, если едете, слепит, можно сделать. Интернет, время, заставки. Все как обычно. Рабочий стол можно менять. В любом месте удержали, не тут. В любом месте кроме этого. Кроме этого, да, удержали, выбрали себе обои. Ну, тут, да, я помахнул с пальцем. Ну, тут есть какие-то предустановленные кислотные, но серенькие, самые красивые. Можете поставить свои, какие вам нравятся. Приложение в этом окошечке можно по, это, повыбирать пальцем. Ну, как-то так. Я убедился себе, подумал, что символ в пробке. Ты обрадовался, да, что не 10? Да, на самом деле, просто 7 число скоро. Ладно, такой вот девайс, обращайтесь к нам, устройство в наличии. С вами был установленный центр ПК-Авто. С вами был Игорь Негода.